Здравствуйте! Вы смотрите видео-версию издания военное дело.ком В сети сообщили, что Армения нанесла удары по турецким истребителям F-16 в Азербайджане. На фоне Карабахского конфликта в СМИ не утихают споры по поводу присутствия или отсутствия турецких F-16 на территории Азербайджана. Очередная новость о том, что по турецким самолетам нанесен удар, снова появилась на просторах Рунета. На этот раз журналисты не приводят вообще никаких фактов, а ссылаются на свои же прежние публикации и предположения анонимных экспертов. В частности, сообщается, что именно армянский удар от ТРК.У заставил азербайджанцев и турецких военных экстренно эвакуировать 4 F-16 с аэродрома в Гяндже. В материале приводится твит некоего Кристиана Триберта, который сообщил, что уже 19 октября в международном аэропорту Габалы в Азербайджане было целых 6 самолетов F-16. А автор твита приходит к выводу, что по всей вероятности, это и есть те самые самолеты, которые экстренно перелетели из обстрелянного аэродрома в Гяндже. При этом на показанном спутниковом фото почему-то видны всего лишь 4 самолета. Надо сказать, что на этом очередные доказательства армянской атаки на турецкие самолеты в Азербайджане заканчиваются. Вообще, из публикации СМИ трудно понять, когда вообще была проведена сама атака, от которой, по словам журналистов, избежали турецкие истребители. В материале, опубликованном 28 октября, приводятся даты начала и середины месяца. Впрочем, пользователи сети не стали верить в очень витиевато изложенную бездоказательную информацию. Многие из них сочли, что, пытаясь в очередной раз запутать читателя, недобросовестные редакторы решили выдать свой старый фейк за горячую сенсацию. Отметим, что информационные вбросы, которые касаются конфликта в Нагорном Карабахе в последнее время, очень широко тиражируются в сети. Субтитры создавал DimaTorzok